Говорят, полезного контента много не бывает, и я согласен, вы главное не забывайте его поддерживать. Всем привет, с вами Мосс, напоминаю, что ваша активность это лучшее, спасибо за мои старания, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Сегодня по просьбам трудящихся мы разбираем лучшие настройки управления и камеры в EFC24, разбираемся за что отвечает каждый из параметров и выбираем лучшие варианты для каждого из пунктов меню. Кстати, играть да снимать для вас контент мне теперь стало намного приятнее и комфортнее. А все потому, что напротив моего легендарного дивана и столько пережившего многое красуется новейший 65-дюймовый телевизор TCL QD Minilet C845. Для олдскульного досуга в компании с пятой плоечкой это то, что доктор прописал. Вот не стоят же технологии на месте. Первое, что бросается в глаза, это качество картинки. Благодаря частоте обновления экрана в 144 Гц можно играть с огромным удовольствием утонув во всех завораживающих игровых процессах. Телевизор работает на технологии Minilet. На выходе получаем глубокий черный цвет, высокую яркость, четкий контраст и 2000 нит в игровом режиме. По звуку тоже все топ. В канадской аркадке оно не так интересно. А вот в Gran Turismo, где у меня тоже полтысячи часов за плечами и где надо слушать мотор, аудиосистема 2.1 Dolby Atmos со встроенным сабвуфером выдает сочный, четкий, объемный звук. Думаю, если зарядить вечерком кинцо, кайфа будет еще больше. Да и с точки зрения дизайна, безрамочный ультра тонкий корпус безусловно порадует глаз. В общем, мне TCL QD Minilet C845 определенно зашел. А приобрести его очень просто. Заказ можно сделать прямо в мобильном приложении M-Video или Eldorado. Для этого нужно просто в нем зарегистрироваться и оформить покупку. Если тоже хотите обновиться, милости прошу в описании. Существует мысль, что настройки, они на то и нужны, чтобы сделать все, как именно тебе и удобно. А ведь зерно истины в этом есть. Поэтому в этом гайде не будет бездушного перечисления настроек киберспортсменов. Скорее объяснение того, как работает тот или иной параметр, а дальше выбор за вами, как раз с учетом персональных преференций. Ковырять будем, разумеется, соревновательный пресет, который актуален в любом онлайн-режиме. И в первом же доступном пункте есть интересные варианты. К умолчанию параметр стоит на привычном православном автомате. А вот на западе буржуй с шустрыми лапками и еще более расторопным коннектом потихоньку осваивает точность. Фишка в том, что такие удары сильнее и точнее, но прицеливаться придется без пяти минут самостоятельно. Возможно, среди вас найдутся способные ребята, но для казуального любителя канадского фастфуда задача почти неподъемная. Все же недаром большинство киберов по-прежнему гоняют автомат, чего и вам советую. Да и в конце концов, если приспичило, бейте чаще мощным ударом с L1 и R1, где прицеливание в любом случае ручное. Со следующим параметром определиться несложно. Если какая-то фишка в игре может дать преимущество, конечно же ее стоит включить. Выбор момента удара осваивать нужно абсолютно всем, кто хочет прогрессировать в онлайне. В гайде по завершению объяснял, в чем суть, надолго останавливаться тут не будем. В передачах в разрез самый жизнеспособный вариант — полуавтомат. В подавляющем большинстве случаев помощь ИИ пригодится. Вам же остается только регулировать силу и направление. Это касается любых пасов с треугольника, в том числе верховых. Полностью ручные отметаем, ибо в игре теперь при любом раскладе есть мануальные разрезные с R1, и как показывает практика, им почти никто не пользуется. Обычные пасы низом тоже, лучше все же ставить на автомат. Да, в каждом первом матче приходится жаловаться на кривые передачи в исполнении ваших раззяв, которые перехватывает соперник. Полуавтоматические пасы, по идее, избавят от этих косяков, но на практике, уж поверьте, их станет только больше. В общем, примерно та же история, что с прицеливанием при ударе. По верховым передачам больше на любителя. Геймплей в этом году вынуждает нас то и дело сандалить переводы с фланга на фланг. Опсимальным, пожалуй, снова будет полуавтомат, который позволяет и силу нормально регулировать, и страхует от косяков с прицеливанием. Это же касается и навесов с фланга в штрафную. Дальше имеем более интересный параметр, который отвечает за то, в какой момент вы переключаетесь с игрока, отдающего бас, на игрока, который его принимает. Здесь, опять же, учитывая нынешний геймплей, не особо располагающий к тикитаке, лучше поставить поздно. Так у вас будет больше времени на то, чтобы в самый последний момент сменить направление адресата вашей передачи. Другие же варианты, наоборот, дадут больше времени подумать перед приемом мяча. Сильные мира сего выбирают поздно и правильно делают. Чувствительность точных передач, ну как раз тех самых новых ручных, которыми никто не пользуется, можно оставить как есть, либо сдвинуть на высокую. Так вы сможете быстрее отдать разрезную куда-нибудь вперед, да подальше в свободную зону. Дальше у нас защита и непосредственно выносы. Тут либо классика, либо направление. Первый вариант нацелен на скорейший вынос мяча в стрёмных ситуациях, а куда он полетит, решать бездушной машине. Второй вариант попросит у вас задать направление выноса. Тут 50 на 50. Первый способ быстрее и надежнее, второй избавит от лишних угловых и аутов у ваших ворот. В разделе типа обороны годятся оба варианта. Отличие продвинутой и токсической я разбирал в гайде по игре в защите. Если не смотрели, обязательно зайдите на досуге. Если вкратце, продвинутая дает чуть больше опций, поэтому лучше выбрать ее. Помощь в блоках, конечно же, автомат. Всюду, где искусственный интеллект предлагает вам хелпу без побочных проблем, соглашаемся не думая. По автопереключениям снова кому как удобнее. Два лучших варианта это либо просто верховые, либо верховые и бесхозные мячи. Последний, пожалуй, удобнее, чтобы лишний раз не тыкать правым стиком. Хотя, как мы знаем, игра частенько переключает игроков, черт пойми как, поэтому только верховые могут снизить частоту этих непоняток. Вот помощь в движении и при переключении история более интересная. Здесь все три варианта имеют право на жизнь. Если выбрать никакую, игрок будет находиться сразу под вашим контролем. Если небольшую, он продолжит движение буквально на пару десятых секунд. Если сильнее, то он сохранит заданную ранее траекторию на добрую секунду. Полностью ручная история, одновременно самая перспективная и стрёмная. Тут будет нужна филигранная работа культяпками, невзирая на коннект. Длительная помощь, наоборот, избавит от лишних ошибок, но не даст вам должного контроля над ситуацией. Поэтому самый сбалансированный вариант выбрать небольшую. По переключениям правым стиком ничего выдумывать не надо. Здесь лучше всего заходит проверенная годами схема с классикой и переключениями по игроку. А вот с чувствительностью можно поковыряться в зависимости от личных предпочтений. Считай, как сенсу на мышке настроить. Идеальный параметр будет у каждого свой. Переключение через L1 тоже лучше оставить на классике. Так оно привычнее, понятнее и работает, ну, худо-бедно-сносно. Фиксация на игроке кнопками L3 и R3 – это как с выбором момента удара. Невероятно полезная история, которая необходима для прироста скилла. Осваивается, да, муторно, но на выходе даёт реально много профита. Значки переключения лучше оставить. Прожимая R3 вы получите сразу 4 варианта оперативных переключений правым стиком. Иногда это очень полезно при стандартах соперника, а также в атаке, когда используете фиксацию на игроке. Новый бестолковый дриблинг с укрытием корпуса с зажатыми L1 и L2 как душе угодно. Он на этот день и час, считай, бесполезен. Вратарей, какими бы они ни были беспомощными растяпами, ставим на автомат, а все оставшиеся параметры решительно отрубаем. Пользы никакой, а помех создают выше крыши. Ну и на сладкое – настройки камеры. Олды знают, насколько в этом аспекте я любил эксперименты, но геймплей вынуждает следовать мете. Два самых лучших варианта, которые используют, наверное, 90% киберов – это либо ТВ-трансляция, либо кооп. Первая дает чуть более живую картинку, позволяет лучше чувствовать анимации и тело движения игроков, а кооп – больше для стратегов, ибо он позволяет видеть максимальный объем поля. Лично я в лагере последних, и как раз играю на коопе с высотой 20 и масштабом 0. Именно это сочетание дает самый жирный угол обзора. Да, есть, конечно, еще камера тактика, которая превратит Фифулю в третий Хирус, но там уже совсем вырви глаз. Вообще, какую бы камеру вы не выбрали, поиграйте сами с высотой и зумом, чтобы картинка не стала слишком мелкой, но и поля было видно достаточно. Недаром же говорят, что лучше враг хорошего. Друзья, не стесняйтесь и не ленитесь пробовать разные параметры в настройках, потому что вот эти потраченные несколько минут очень вам пригодятся, ведь в AFC вы будете играть в течение месяцев, и это непосредственно скажется и на вашем комфорте, и, возможно, на ваших результатах. Пишите пожелания по контенту на ближайшее будущее в комментариях, обязательно прочту. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, ставьте пальцы вверх. Буду рад вас видеть и в соцсетях, все ссылки находятся в описании ролика. И на сегодня все. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...